включится вот где-то вода суда не хотите если не хотите не хотите в интернете да я вчера не стал что-то делать вчера потому что займемся тут под под кондером ну потом в инстаграме смотрите дальше еще еще пойдем потом смотрите как вопрос был возраст ты если хочешь пришла и ждешь исцеления не будет 40 43 года то что ты себе сейчас наработала это наверное последние лет 8 ты очень попустительно относилась своему здоровью очень потому что гепатоз это неправильное питание у меня у самого жировой гепатоз он был я вылечу где-то месяца три или четыре он прошел сейчас кажется опять вот там что то есть его нужно периодически короче диеты спорт и больше ничего ты не сделаешь можете в на что угодно это ты на что угодно может этот это есть есть гормональные сбои бывают бывают метаболизм останавливается там 42 года то есть кому есть есть 145 есть чувствовала 42 как прожили этот период когда как будто грузовик тебя сбивает это вообще не понимаешь что происходит потому что начинается гормональные перепады вот эти сбои начинаются то что работало нормально он перестает работать и вот период когда еще активнее заниматься спортом держать диету и следить за психоэмоциональным здоровьем под потому что если ты это ничего не будешь делать 46 развалишься на херочи на запчасти и даже бегала вот ведь мне тоже 46 стала дышать легче до до такое непонятное ощущение смерти непонятной какой-то и физической и ментальной и чуть-чуть осталось он где-то начинается в 38 такие последние звоночки начинают тебе вот так и в 42 если ты нихера не понял вот как будто обухом по голове тебе но просто все в один момент заканчивается все это там там есть два момента либо ты редуцируешь свои потребности то есть ты все свои амбиции короче раз спустил и такой его вот с этого дня живу вот так и ничего страшного и тоже по здоровью выровняться можно жить непроявленным и долго ну почему непонятно зачем но в общем есть момент такой и можно сильно проявиться и тогда ты будешь счастливой активной как будет тоже долго жить но если ты амбиции оставил и сам вот так на дно ушел это ну это я очень сильно сомневаюсь что человек до 50 доживет очень сильно и у меня же раньше были кумиры мои там успешный успех там миллионеры какие-то это 42 когда меня шарахнул и я вот сидел как на стариков смотрел на сколько лет 75 как что дожил то то блять вот что ты такого знаешь что ты до 75 дожил да то есть когда это молодой ты ты вообще не думаешь там 40 человек прожил 70 какая разница капец какая разница оказывается и поэтому то что ты сейчас с тобой сделала то что я вижу сейчас это сильно не любовь к себе сильно дичайший любовь к себе это халатное отношение к себе и вокруг то что ты натворил и скорее всего очень сильный дисбаланс должен быть и семейный тоже да то есть в отношениях там с детьми там с мужем там должно быть это то что вот так видно я не знаю все у всех по-разному но и вещь я вообще сторонник того что человек может себе помочь сам ну прям реально я я прям в это очень сильно верю я не из тех кто там то приди ко мне там 15 сессии иначе ты сдохнешь это вот мы не про это точно я считаю что человек сам понимает когда ему надо и когда хватит но есть моменты когда там допустим энергоинформационное воздействие было там я не знаю бывают там со стороны мочи там да там за почву херни делают или там проклить прокляли человека да то есть я говорю что тебе еще надо ну смотри сам что можно умереть его задачи я откуда знаю то есть и я одно время был такой знаете наносим непоправимую пользу да вот но не спрашивая вообще людей мне казалось что я знаю каких надо вытащить какими жить я не спрашивал я не ждал когда меня попросит и обижал прям просто спасла сегодня у меня очень такого убеждения что человек ну то есть я же не знаю вот цель вот ему плохо может его задача ну как бы страдать и умереть так а ты берешь его такой поднем счастье вот поэтому сейчас я сильно так не переживаю за людей я считаю что его дорога этого дорога моя это моя это приходит с опытом потому что людей которых ты вытаскиваешь преждевременно из дерьма они не не проходят тот опыт какой-то и они вот с каким-то остервенением обратно вот в эту кучу вонзаются и поэтому ну я стал чуть-чуть этот прислушиваться какая проблема это потом с опытом пойдет ты поймешь что не надо когда ты там видишь я у меня же есть возможность уникальная же на людях смотрю на это один такой спасатель пришел вот у нас ролик набрался сколько там 7 миллионов уже просмотров в этой про спасатели и оказалось что это очень большая аудитория такая которая еще она откликается и люди спасают друг друга там братьев сестер родители там кого-то да там друзей спасают и очень много людей они на этот ролик и залетел он и шейный остеохондроз у всех оказался и шейный остеохондроза в люди это все спасатели и он просто так стрельнул там в небеса какую-то нереальность надо ждать хотя бы чтобы тебя попросили понимаешь ну значит потом научись отказывать здесь есть полный свободный сулогин впереди а он все же подрезают а тот нет тут нет тут руки руки это не принять не принимают то что я делаю вечно насколько чувствительная я это научился чувствовать когда уже когда после чистки то есть ты когда начинаешь на детей кричать и у тебя раз руки не имеют уже все больше не буду то есть тело начинает реагировать на те поступки которые ты не хочешь совершать руки не имеют это не принять и то что я делаю вот на этом вся и завязана психосоматическая штука сахарный диабет если вот и вот чем-то пришла это отсутствие внутренней похвалы это человек который все не хватит и это это же сначала ты хотела спасала за любовь теперь ты в общем себя перестала хвалить потому что тебе в обратку никто тебя не благодарил и ты начинаешь себя самооценка падает не хванишь и в общем не диабет поджелудка она очень страдает от этого я не знаю почему ты эту программу запустил самоуничтожение но это же самоуничтожение программа прям явно она все будет схватываться очень важно желать очень важно желание жить и очень важно желание зарабатывать то есть я не то чтобы там снижать какого-то там злата ну хотя с другой стороны почему бы нет но как только ты сказал достаточно это самая опасная вот фраза который человек может сказать особенно мужчина вот когда ты лишь вот столько денег хватит это это смерть все это уже цели нету все уже там уже начинаешь поправляться ничего не надо потихоньку загадок и все и уже лень и встать и сесть и все уже и поэтому очень важно себе растяжки вот какие-то устраивать денежные там квартиру побольше дом потом еще что-нибудь машину круче то есть пока материального растягивается растягивать в какой-то момент будет как этот пресыщение вот эти материальными уже это другая тема там уже миссию ищут люди там еще что-то но если у тебя дети есть потом внуки появились тебя в принципе если ты все делал вовремя у тебя на так растянется тебе жизни хватит потом детям надо внукам надо тем надо то есть потихоньку тихо тихо растянешься агрессия это агрессия это непроявленная любовь вот так то любовь которую ты не проявил по отношению к своим детям этот людям она перестает потом в агрессию агрессивные люди это те люди которые не умеют отдал делиться своей любовью они сами не получали они дают им не нравят то есть им они ждут в обратно что им ответят обратно не отвечают и общем она в цикл попадает и крутится ты не видишь этот не не бывает просто так что тебя накрыла и сразу вот вот так вскрыл эти и бесплатно чтобы это было ты к этому усилий нашла последние 10 лет перед этим подожди ты сейчас не всю жизнь перескажешь и мы будем с тобой ковыряться сиди сама ковырять свою память ладно посмотри что ты делал поспеть вот перед тем как заболеть что ты делал последние 10 лет а смотри 10 в 10 почему говорю 10 лет 10 лет это это уже до болезни это где-то три-четыре цикла ты уже три-четыре раза делал одно и то же нихера не поняла сиди ковыряй вопрос задан сиди думай я я же не могу в твою голову залезть и тебя вот ну как бы вытаскивать это можно делать но это сессии 15 будем сидеть разговаривать чтоб 15 и это сандре это нужно будет вытащить весь диалог его скрипты это снять это все потом смотреть какие слова ты часто повторяешь это все стянуть в одном подобные ситуации повторяются какая цикличность цикличность полгода год пять лет у тебя такая это все вытащите травы картины сна большими мазками нужно просто посмотреть мама папа ты там дети вот где вы как стоите все это и тогда более-менее будет понятно еще муж альфонс это имеет значение конечно но вот с этого бы надо было начинать на ребенке все свалил ее понимаешь происходит она пол жизни вы рассказала бы нихера не поняли бы понимаешь муж альфонс это я тебе говорю это тоже 40 лет не то делала по нему муж альфонс они попадаются всегда у сильных женщин альфонсом они со слабыми не могут со слабой женщиной тебе придется стать мужчиной да то есть самому платить спасать ее что-то там ее геморрой какой-то решать альфонсики они приходят на сильную женщину они ищут мамку и потом они ее в какой-то момент кидают на деньги они бросают ее самый неподходящий момент когда она там на девятом месяце я пропал так было вот шестой месяц они находят самый неподходящий момент они вынесут деньги из квартиры и потом тебя еще бросят и ты вот на сносях без денег и блять но и все да вот почему они так делают эти мужчины это не потому что они там сволочи ну мудаки конечно ну короче у них своя тема такая потом почему потому что они мстят своей матери под что у них сильно доминирующая мама скорее всего и она их держит за яйца рядом с собой и получается эльфонсик это чисто женское воспитание для мужчины нет ничего хуже когда его воспитала женщина бывают конечно женщины которые там с яйцами такие ну ну очень опасно это все равно я знаю же но кто виноват в садике в школе дома за займете никогда не было мужчин 23 еще одна претензионная женщина сейчас я тебе объясню остановись мужчин мужчина воспитывает присутствием просто дома и женщина думает как надо надо что папа воспитывал и начинается но чтоб он с ними играл ходил что-то объяснял вот мужчина воспитывает своим присутствием он просто сказал там и тогда ты становишься верховным предиктором как как ты становишься богом для него для сына и и ты для него и мать и отец и он будет как сказать он перенимет паттерны женского мира через тебя ты никогда в жизни не поймешь что такое быть мужчиной также как мы не поймем чтобы быть женщины и он будет такой как этот франкенштейн короче он будет мужчина с женским характером чаще и в такие же мужчины истерия как видели истерики до мужиков прошел ну мамы видел у него нету модели поведения мужского ну по-разному бывает просто ну очень сильно разное воспитание мужское воспитание женское даже мужчина который вот как ты решаешь альфонс если он будет воспитывать сына он точно знает какой должен быть мужчина он может быть сам не такой но он точно понимает как должно быть и он будет сидеть воспитывать объясни мать не объяснить никуда матери рефлексы вперед выйдут бокс волейбол баскетбол тренинг заменит отца тренинг заменит отца и паттерны мужские он оттуда наберет ко мне приходил парень и мальчик он и я на него смотрю и он его когда сказал что у него нет я не поверил потому что от него прям чисто мужская но он прям там мастер спорта то есть возможно но мамы чаще всего вот это я же мать которая она не отдаст на бокс она будет там соблюдать поросники вы этого не ходи все поэтому единственное что может вот женщина которая воспитывает сына это только мужские кружки больше не так старше его не заставишь дело дело просто не пиздили потом такие мужчины встречает сильных женщин какие мужчины мама мама воспитывала они вот потом вот альфонсов их они посодержат потом садри женщина становится мужественной да или как вот она когда я сама вот это отключается на этот это так тогда когда я не доверяю мужчине я не научилась доверять мужчине поэтому сама лампочку вкручиваю я замучилась его просить прикрутить пошла сама залезла прикрутила вот с этого начинается вот перестройка на мужские энергии поэтому видишь у мужчин сильно заметно да когда он там манерный стал еще что-то с ним это и всего а женщина когда мужественнее становится ну как бы и ходит и ходит ну пусть ходит никто не замечает характер меняется тестостерон поднимает астроген понижается да то есть менопауза останавливаются ну это это сандры это в любом случае спорт в отношении в секс хоть как-то будет залазить это сексуальной практике все пройди которые есть и потихоньку тихо тихо будете возвращаться кундалини йога может самый тоже один из коротких путей в женские виды спорта туда надо лезть бачата зумбы вот вот это все но ведь и проблема для для девушек в чем в том что недоверие к мужчинам и потом я не хочу перед ним унижаться потому что в взаимоотношениях чтобы взять денег или чтобы он тебе дал и спасал этот совершенно иная игра с мужчиной ты должен сделать так чтобы он хотел тебе дарить спасать помогать ногами когда ты будешь убивать ты скорее всего тебя нахер пошлет скорее всего поэтому этому чтобы научиться нужно свой уровень внутреннего эго женского нужно как бы и морально снизить вот в этом сложность я все же говорю о них слезки там читаете там и тогда и когда я девушку грунт там вот упражнение есть вот это сделать это у них в мозг не входит это вот даже привыкли на свидание по одному ходить допустим а у него есть упражнение когда ты зовешь блюдное место на дискотеку куда-то пять-шесть мужчин на одно свидание прикинь в одно место и у тебя такой один час мне другой подойдет и вот так ты не включается конкуренция потом там учат лбами и сталкивать как бы там чтобы у них внутренней конкуренции у них пошла как это говорить это манипуляция на это работает очень сильно и тогда за такой женщиной будет роль этих мужиков постоянно ходить и ты будешь умирать но ты крючки раскидываешь это нужно уметь ну если сможем играть сексуальные практики и дивно учись ноги там моя там уже пять лет замужем что это мне видела ничего там не видели ничего там не видели вы потому что сейчас уже все короче надо учиться уже оказываетесь чему учиться уже есть целые там практики целые там направлении какие-то отдельные разные да здесь чем учиться просто лень туда уходить заходить я не знаю это же у тебя щелкнуло и ты должна это выключить тоже у тебя все виноват кто-то тебя подвели не ты пришла к ты зачем сюда тогда пошла я не нашла там ответа полностью потому что ко всему у меня есть ответ и противоречие я прибыла маленькая 40 лет я только сейчас понимаю что в то время конечно не знаю а если бы знала бы делала правильно не вред так ты еще не один раз в конце сколько раз меня всегда удивляет 5 раз замужем я вверх человек и не пропадает вы что хотите вы хотите руководить цель скажи какая у тебя давай ты тебе сейчас все выложить с самого начала ты что хочешь скажи сначала а мы с чем занимаемся что хочешь скажи нет вокруг да около нигде не люблю так прям засадись сразу я хочу вот это мои ожидания то есть в описании у нас было указано что там работа там с финансовым каналом три направления которые мы сможем прокачать а тут то есть немного опоздали и как бы люди просто как диалог идет я просто впервые у вас подожди смотри всю комплиментарность убери и скажи что хочешь твой запрос скажи я хотела бы проработать ну что проговори я хочу убрать как давно он у тебя наверное с подросткового возраста у тебя сколько лет целых 30 или чем сколько нормально что-то берем замужем была не была мы сейчас подождите мы сейчас дойдем туда куда вы этот ходите ходить не хотите у тебя тоже титушь 41 это же выяснил что боязнь какая-то установка детская до сих пор я ее уковыряю в 38 я отчупала что оказывается я там у меня установка мне надо мозги приводить в порядок до сих пор уже помирать как же еще поднимите руку ты в 46 умирать собралась приближаешься к этой дате это из поворота вышло да? еще вот эти блоки там страшные которые я хочу тоже проработать убрать понять откуда но хотя я уже как бы немножко где-то примерно поняла еще кто мужчина боится поднимите руки у кого страх прямо есть не страх кто ни разу замужем не был по-другому спросить надо? я замужем но все равно есть не замужем? как ты? трое да? четверо ага у вас нормально не боитесь? у меня чуть-чуть чуть-чуть? а у вас? у меня развод недавно да? нет у меня развод давно и все и я не боюсь никого да? я что встану больше? сама себе смотрите для того чтобы пора работать нужно понять запросы я здесь почему спрашиваю всех мы по всем пройдемся вы должны озвучить свой запрос зачем пришли и потом мы уже пойдем в практику ты этого ждала да? я же не могу на сухую надо сначала надо разогреем 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 аудиторию вот поэтому смотрите страх мужчины он берется всегда тогда когда было ну чаще всего когда было домогательство или насилие в детстве вот прям страх когда тебе прикасаться тебе противно еще что-то бывает девчонки прям сторонятся прям сильно вот тут я как-то знаете сидел вот так ногу на ногу закинул и моя нога оказалась ну вот рядом с коленом ее и она вот так взял так защипила вот этот джинс и вот так и вот так ногу я говорю ты что? убери я думаю так хорошо и мы этот и потом мы уже когда стали общаться я говорю ты мне скажи ты этот ну ну а потом она пришла на сессию мы с ней поработали и оказалось что у нее ну там было насилие в детстве то есть все вот эти наши поведенческие какие-то вещи они все равно отражаются ну оттуда все отражение идет если травма которую ты не пережил она в общем будет прям сквозить сквозь тебя постоянно а если травма которую ты не помню я не знаю может есть у нее какие-то а никто не помнит никто не помнит есть люди которые помнят травмы особенно вот когда они приходят у меня там столько многие начинают и мелкие мелкие вот такие рассказывают и ты думаешь вот это основное нет нет это они накручивают а есть люди которые приходишь спрашиваешь они говорят нет у меня все хорошо и там чаще всего уже бомбочка где-то лежит а тоже тоже боюсь тогда тоже боюсь вот поэтому давайте пройдемся с чем пришла я 7 лет с мужем уже без интимных отношений живу по чьей инициативе по моей я хочу развода но держит меня боюсь а потом думаю может это я такой плохой человек муж хороший может это со мной я сама с собой должна работать поверять там внутри и в жизни тоже как будто я в клетке да я хочу летать высоко свободно но я держусь в клетке выходить боюсь вот-вот собираюсь потом обратно ты что образом что для тебя клетка семья клетка это образно это развод вот сможем не решаясь я хочу думаю вот скажите не устраивает что он сделал ну было много чего тогда это было когда мы жили вместе раньше потом сейчас у меня уже желание нету жить у меня чувства нету а дети смотрю дети счастливы с папой а я не счастлива потом думаю если я сейчас разводу там разводку как будто я лишаю детей от этой счастья вы разведете не счастливее будут ну вот это вот не могу я вообще нерешительная иногда злюсь себя что я такая вот тяну тяну вот это семь лет вот мне это надоело уже хорошо ладно посмотрим ты с чем пришла мне 35 лет была замужем три месяца только и сама ушла ты сразу поняла что что-то я не туда да но пил бил или что там случилось за три месяца нет это у меня такая не умею показывать свой страх я вот так вот показываю что там случилось за три месяца страшного нет есть так сказать то что в принципе мы поссорились но это скорее всего я сама побоялась из опыта из своих родителей то что они как жили как как кошка собака и скорее всего я сейчас предполагаю то что я из-за этого не хочу замуж и в то же время хочу замуж ну ничего удивительного нормальный запрос женский пойдет я хочу и не хочу и хочется что ты просто не раз поругалась и ушла что ли или что произошло да ладно смотрите давайте немножко вот о взаимоотношениях мужчин и женщин первые три года ты докапываешься до него после брака следующие четыре он до тебя если он говорит что он хочет если вы развились до трех лет то он не выдержал ты заебал ты его просто если где-то с четырех до семи лет то это уже не выдержала ты он просто задрочил там и это дрочива у всех от семи до восьми лет все через это проходят выжили нормально все уже с полуслова друг друга понимаете нет с другим будет то же самое а ты три месяца восемь лет надо было семь-восемь лет терпеть надо ну не терпеть но как-то притираться вы же абсолютно два две разные вселенные и вы сталкиваетесь ну я понимаю то что он просто копия отца а вторая половина еще свитровкина ничего хорошего тебя там не ждало ладно у тебя какой запрос нужно додички присоединиться иди подойди подъем но я считаю что у меня есть какие-то блоки какие-то зажимы неуверенность пока еще не знаю хорошо сейчас поковыряем у тебя ну отношения и в целом задолбалась сколько тебе лет от чего устала так все на себе тащи муж нету возраст дети есть хорошо но уже легче ну легче но задолбалась тащите нет и по клубу а мужа что выкнула обоюдно разошлись обоюдно разошлись через сколько мы наверное лет 7 встречались это не считается два года прожили заебало ясно я хотела снять блоки мне 44 года еще не была замужем вы сегодня нормально подобрались такие но предложений было много почему-то я всегда отполковала и я возьму какие-то блоки хорошо но домогательство это уже радует смотрите тему домогательства мама много била в детстве может сейчас раз затронули да особенно кто говорит кто не помнит у кого не было немножко в детстве когда будете проваливаться посмотрите ладно может вспомните очень часто мозг просто отодвигает иногда сейчас процессы будут да потому что очень часто на сеансах они вспоминают очень ужасные вещи девочки я в какой-то момент прям знаете веру в человека потерял потому что я такие истории слышал просто и и это ты когда слушаешь ну и думаешь ну какого хер еще если эта тема сразу как-то затронулась и поднялась то поковыряйте каждый у себя поройте просто ладно когда первый раз вы испугались мужчину хорошо у меня 25 рано ты замужем 5 лет сейчас мы уже часто говорили что хочет разум да во время ссоры только там манипулирует ага и вот я думаю надо работать над собой и было изменено два раза и он тебе изменил или ты ему и я и он и я один раз какая ты молодая 2-1 счет пока ведет он да он знает он знает он знает он знает я знаю на себя все сейчас начинал уже и никогда почти не зарабатывала со мной еще работала маленькие такие тенечки а так все сейчас хочу на женственность на себя хочу хорошо мне 35 лет у меня запросы вот все которые были описаны в описании мысли отношения я 15 лет в браке трое детей не могу решиться на развод что вы все разводитесь хочу а он что изменял пил бил что нет просто не люблю ты когда это поняла 4 года назад что случилось другого встретила или что ну ладно ну еще не было смотрите когда ты другого встречаешь когда она другого встречает он перед этим она в нем сначала разочаровывается один раз второй раз потом она какого-то встречает и появляется она предпочитает одного мужчину другому и это уже не лечится даже если у вас с ним ничего не получится все равно уже все уже полное разочарование тотальное когда у женщины ты ничего не склеишь она может остаться с тобой но она будет ждать когда ты сдохнешь она как-то ящерица укусила и ждет когда яд будет действовать начнет ждешь хочешь за ним след след у меня такая зверушка милая говорит не надо за ним хоть ладно хорошо потому что проблемы в отношениях финансы вообще кровать она все сразу просягнет назначение не могу хочу состояться в жизни ну говори дни я 29 замужем 13 лет сейчас полный выгорание у меня в ожидании чудо спасали ну хочу спасти мужа зачем что он делает ну много раз он спился игроман нарком что что ты его спасаешь хочу чтобы он материально вырос он сейчас где находится уровень уровень дохода он зарабатывает в месяц миллион а ты зарабатываешь в месяц 4 миллиона а ты хочешь чтобы у него больше было да а миллион сам зарабатывает или с твоей помощью сам уже легче хорошо ты ему денег даешь да нахуя ну не так чтобы на хлеб на сигареты ну на что если там бизнес открыл то да а потом он тебе отдает долг нет вот это это вы зря и от этого у меня благодарение ну ожидание что-то что-то не будет не жди не жди очень важно вот эти деньги которые между мужем женой братом сестрой или где-то если кто удала он должен вернуть вот это он не понимает что надо вернуть надо вернуть это же хозяйственные взаимоотношения это другое в семейный бюджет он может делать что угодно внутри вы можете договариваться тратить но из бизнеса деньги с одного в другую приливаются они обязательно должны вернуться ну хорошо еще раз внутри семьи можешь не возвращать но если у него бизнес и у тебя ты с одного бизнеса берешь свой заливаешь ты должна вернуть потому что часто бывает женщина с его бизнеса высасывает деньги в свой здесь все хоронит и тратит и в оконцовке ее бизнес на ногах не стоит а его уже сдох и потом он мудак он не может содержать семью а последний последняя транзакция была с его счета на твой и тебе кажется что у тебя есть деньги у него нету но ты все проебала сама в течение 10 лет очень часто и вот эта ловушка вот женская очень вы часто так делали нету машины это чистое касательно бизнеса а то что квартира машины это не касается это что хотите делать а я в семье брат сестра то же самое брат сестра два-две разные семьи заняла вернее обратно они семьи возвращают больше не давать? ты же ну это же элементарно нет? твоя семья твой муж а не брат например человек дал слово да? и задумает это ты про кого? это про мужа я потому что тебе можно не отдавать ты не просишь обратно я прошу ну как-то хреново ты просишь он же не отдает по факту мало того он тебе не возвращает еще просит и еще даешь да ну сама виновата я бы тоже тебе не отдавал зачем отдавать? говори самооценка что у тебя самооценка как поняла? не могу проявляться проявляться? ты не работаешь или что? сейчас я а мужа зачем привела? я сам пришел сам пришел? а у тебя запрос какой-то? отношения с родителями с твоими? да вы вместе живете с вами? а уже хорошо а что не получается с родителями? ну нормально общаются постоянно ты с отцом ругаешься или с мамой? ни с кем не ругаешься просто общение с мамой и тебя это беспокоит? беспокоит да ты какой сын по счету во сколько у вас семьи? нормально про тебя? старший есть еще? младший есть? старший есть младшая сестра младшая сестра а мама кого этот любит больше всех? старшего старшего? ну тебе повезло тогда тебе тогда повезло хорошо еще денежные потоки сколько еще зарабатываешь? миллион хочешь? хочешь еще больше ну сколько? x2 x5 сколько ты хочешь? ну 10-20 миллионов хорошо а сам чем занимаешься? проектирующим классно же там же много денег ты на кого ты работаешь или в своей компании? нет в найме в найме да хорошо хочу открыть свою отдельную да да открывай мне 27 лет ты очень молодо выглядишь а я была у него ага я после вашего тренинга ну вы сейчас меня не знаете потому что я очень сильно изменилась ну конечно я в школу делала сразу на 10 кг через 3 месяца все-таки ага 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 это когда пассивная агрессия вот прям случается какой-то крикер и все у меня депрессия я не хочу жить я срываюсь на все вот вот так но это с детством связано ага а что в детстве было? белых 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 мама с папой? мама мама ох уж эти мамы дай бог им здоровья ага хорошо вы? мне 38 лет я развелась два года назад потому что у нас были непонимания недопонимания с его отцом с мужем у меня почему-то получается что мои мужчины они живут с родителями то есть с одним то есть либо отцом либо с одной матерью ага у меня сейчас есть молодой человек с которым я учу себя и семью учу детей у меня не было уже первого первого мужа не было детей но он тоже живет с матерью он единственный сын или младший? он да он единственный сын у меня получается я единственная дочь моей семьи то есть у тебя папа с мамой они вместе живут? да а у него одна мама? у него у него только одна мама у него родители родители родственники и тут у меня почему-то в жизни так получается что каждый раз есть третий человек у меня так скажем в жизни что за третий? третий человек это еще один мужчина а так и говори поэтому тут уже обязательно они жмут рядом в нашем доме и с бывшим моим мужем это нам очень мешало потому что и сейчас я боюсь что и здесь это будет происходить знаешь хоть этот я вам единственный сын с мамой которая не замужем это не лечится ты ты можешь сколько угодно в иллюзиях если ты в эти отношения входишь и ты его там сильно любишь ну короче этот ты должна быть готова с этим смириться потому что это закончится когда она умрет и ты станешь мамой для него понимаешь то есть ты сначала будешь с ней соперничать потом ей станешь это же ужасно ну а если муж и последний ребят и мама сильно побегут это то же самое а что она побегут его надо брать и уезжать в Америку куда-нибудь убежать там нет он отдельно живет ну тогда нормально ничего страшного денег пусть не берет нет денег у нее не берите просто и все ну вообще ничего не берет ну все уже сепарация произошла я тебя поздравляю ты одна из немногих которая ты вообще очень странная казашки ты скажу у вас там 2 1 что-то там туда-сюда мама далеко сами живем вообще нет это было когда таких не видел я еще да нет не вместе жили тогда я понимаю я понял но вы чересчур свободны ага и тут у меня еще вопрос не то чтобы вопросов просто хотела бы сказать что мы когда с бывшим мужем жили у него ничего не было хотя бы он занимался бизнесом и мы начали жить то есть он стал зарабатывать да он начал зарабатывать и тут мы начали помогать с моей сестрой да я была не против помогать я вообще никогда ну эти дела не как не против против ты была нет я была против но просто надо быть против ага он мой человек мой муж с которым я уже строю семью и меня раздражало что все начали есть и я понимала что у меня нет границ и у него нет границ ну ты проиграла вот это да я в этом плане проиграла не можешь сказать нет потому что это некрасиво ты не можешь вот и в этом плане я начала молчать отмалчивалась и в итоге дошло до того что мы просто писали другу и сама у меня дошло до этого прикольно я не могла говорить потому что если я начинаю говорить у нас начинается ссора и вот это осталось и сейчас я работаю вроде все хорошо но я не могу то есть открыто говорить то есть зажим какой-то остался и если я открою вот как будто вот сейчас произойдет сорок сейчас подожди сейчас поплачешь еще подожди и очень ужасно что он все прописал я не могу говорить но я договорю он все прописывал на сайт на сестру потому что ты не его семья да я не его семья его семья это папа мама это сестра вот и сепарации не произошло поэтому все и туда переписывается когда мужчина записывает все на маму или кого-то он тебе не доверяет он с тобой не хочет жить потому что ему кажется что ты в любой момент бросишь понимаешь но да но женщина когда начинает себя переписывать все на себя она готовится к разводу она потихоньку там давай там туда потом потихоньку потихоньку на маму куда-то все перевела и потом развод и я всегда мужикам развод всегда видно за 2-3 года она потихоньку все на себя стягивает стягивает счета деньги квартиры машины потихоньку вдруг у мамы оказывается у нее у меня такая проблема мне 39 я ночью встаю иду кушать что за боль у тебя скажи у тебя лицо прям у тебя боль как будто это вот это моя боль осознанно не осознанно еда иной раз вообще не помню что съела утром просыпаюсь думаю что я поела боль основной скажи ковырни-ка внутрь а сможешь залезть что там внутри у тебя основная боль какая у тебя ты не можешь ее забыть а ты же знаешь ее нет в данное время то что я хочу сказать вот это я то что ночью иду кушать потому что я этим уже куда только не обращалась это уже 16 лет которые я помню а которые я еще не помню это я раньше просто ссылалась на то что целый день на работе вечером может ночью встала пошла покушала я этим и психологами в оконцовке психологи сказали эти холодильник закрой или переехали или вообще ничего не покупать я говорю ну это не решение потому ну туда-сюда везде обращаюсь потому что я уже нашла в ютюбе есть такая болезнь синдром ночной еды но никто нету от этого в смысле ты по ночам что ты по ночам а днем я как мунать стою иду беру что-то начинаю есть иной раз помню иной раз не помню иной раз баклажан сырой иной раз любое что-нибудь там печенье килограмм конфет могу сожрать нормально же еще но это еще не нормально я и на 20 килограмм так поправилась я раньше вообще куда я была а сейчас я даже ходила специально какой-то гипнозом которые худение делают все там в группе худеют я говорю я ночью встаю жру потому что я пришла сюда столько денег оплатила я думала это мне поможет это твоя ответственность что они тебе а? что они тебе скотчут урод заклеют или что они здесь сделать короче не знаю ты мне потом так не пиши ладно я на вас надеялась я все равно жру я на вас надеялась нет я на тебя не надеюсь я написала где вот кто-то признавался своей лунатизме что это у нее не проходит потом ей в комментарии порекомендовали вас я зашла и я начала вот сюда писать потому что я от этого не хочу избавиться я так устала это нет у тебя реально лунатизм ты прям не помнишь как ты ешь ночью иной раз я помню меня даже если остановят разбудят я как вампир я могу убить этого человека я могу подраться ну я пойду съем охуеть ладно, хорошо ты же с главного начни я уже не могу я уже с ума схожу вы представляете ночью ложишься спать и три-четыре часа ты просто ходишь идешь ешь обратно идешь ешь то есть сначала говоришь что ты не просыпаешься а ты делаешь я просыпаюсь иной раз я ей тряпку ложила у меня прямо дочка будет мама ты же завтра будешь жалеть я говорю не могу я не могу вот такая агрессия я начинаю ездить ну вот такая ахуеть реально это вот для меня лучше была бы там другая с мужиками еще что ты проснулась на мужике ты что сделаешь нет я ночью еду ездить это вот я это проговариваю везде потому что я думала вдруг кто-то скажет что есть такая один профессор из Москвы вышел он говорит я именно единственный профессор который это исследует я до хрена денег ему отдала он в оконцовке сказал я от антидепрессантов с ума сходил он говорит есть 2% людей которые не переносят антидепрессант вы относитесь к такими я не могу вас лечить даже этот профессор который это изучает он отказался от меня но это психологически он мне как объяснил он сказал есть же люди которые головой дергают или еще что-то ну это такое же у вас какое-то отклонение которое вы ночью просто идете кушать ты много денег дала ну что сеанс там сколько стоило по 150 долларов и каждый раз он говорит дальше надо на сеанс дальше надо я потом ему сказала ваши действия не действуют вот эти на антидепрессантов это ты на кого раз поняла 50-й наверх потому что он мне только менял антидепрессанты постоянно от этих антидепрессантов я вообще вас не делала ты сейчас их пьешь или нет сейчас не пью сколько уже сколько не пьешь что антидепрессанты все ладно но последний раз еще где-то вычитала потому что я это ищу в интернете есть люди такие прям точно эту синдром описываю много таких людей все подожди остановись все и понял короче варить потом ладно и не сопротивляйся ты должен сдохнуть все хорошо я еще объясню короче ну я уже реальный развести еще раз созвучи пожалуйста что-то еще придумала же да страшно что это страх безопасности именно про безопасность у меня в брат старший на 9 лет он боксом занимался и он когда выпивал мог двери выламывать еще у него была агрессия на маму что она его там отвлекала следила за маму еще что-то такое и каждый ну как бы когда он выпьет просто он там сносил двери мебель ломал и тогда ты спишь и ты просто боишься что счастье уму и ну это продолжалось прям годами и а от этого ну как бы прям на физическом уровне прям как бы ты прям сжимаешь задрагивать не можешь себя спокойно ну это про безопасность ну то есть сексуального насилия какого-то дела именно ну что городского возраста где-то 13 продолжалось и ну последние отношения у меня закончились было сильное предательство были созависимые отношения предательство ну как бы резко и это меня тоже очень сильно травмировало как бы страх новых отношений ну я это все прорабатывала а вот с братом с мамой у нас треугольник она постоянно был агрессор спасатель и так далее ты еще говоришь первый раз у психолога нет я с психологом прорабатывала нет ну со своим психологом потом в ютубе все эти видео пересмотрела расстановки и так далее и то есть причины неизвестны но как это убирать и еще такой момент у меня папа умер когда мне было семь с половиной лет это был единственный человек ну ее число который меня любил то есть после его смерти как будто я осталась в небезопасности у меня начали все у меня три старшие сестры и старший брат которые начали меня тюкать то есть я не чувствовала себя в бизнес по сути вообще то есть отдыхай хорошо рассказать отношения это боль что не получается у тебя цикличные отношения то есть они одинаково заканчиваются или по-разному то есть все откровенно да я тоже это мне нужно это я говорю что 38 я только чувствовала что оказывается я женщина что оказывается нужна семья нужны дети и в 39 лет у меня был первый опыт сексуальный прикольно ты долго ходила часы тикают дорогой надо короче до 40 мне надо ребенка хотя бы себе понимаете вот запрос был такой и ребенок не получился и ребенка не получился и не отношения почему ты хочешь ребенка не беременеешь так я понял я хочу но я хочу забеременеть не могу найти донора что проблема вообще что он прикол не не недавно женщина приходила я хочу забеременеть не могу найти донора я хожу мужиков прошу они не дают буквально да я тоже просила я вообще не думал что это проблема она говорит я друзей просила там коллег все в отказ идут он даже почувствовал говорит ты что от меня ребенка хочешь? нет у меня есть дети в смысле здесь и я не готов чтобы мой ребенок находился вне моего поля зрения я тебе говорю все вот так видите оказывается очень большая проблема ненадежная ну здесь вот сейчас проговаривают насилия не было домогательств не было но у меня мама она очень сильно опекала у нас такая восточная семья где там прикрой там закрой там не покажи с этими паттернами на тридцати девяти лет проходила жезь вообще и неправильно делаешь наказание а папа? мне мама только воспитала папа папа был вообще в органах работал он он командировочный он практически не присутствовал не участвовал в воспитании как можно сказать и были такие моменты когда ну вот первые да вот подростковый период там парни где-то находили в те времена телефоны вот такие стационарные городские были звонки и вот мне прилетало и сильно меня мама пила почему ты раздаешь эти телефоны этим мальчикам они находили надо раздавать что находили телефоны справочники я помню но она-то не понимала она говорит в смысле нельзя в трубку еще и ты должна была подыхать это ты у меня страх почему я почему это проговариваю потому что ночью она меня могла разбудить и говорить вот тебе звонят ну типа шлюха будешь джалек у вас нельзя не делать и ну ты же не доказывала до сорока что ты не штука и дубасе а она доказывала вечно мама я не такая она любви ее просила я ее как будто анти как это сценарий что я такая не буду я не такая не буду такой злой а теперь где внухи да что замуж не уходишь ни хрена нету детей которых даже можно было бы и побить да ты в тиндере уже есть или еще нет в тиндере или ты из 60 туда зайдешь в тиндере я буквально зарегистрировалась я была там буквально три дня и вышла что одни бутаки или что дикпиков насували тебе а дикпик не знаешь такое фоточки не отправляли списки нет повезло ты слишком быстро вышла и насчет детства вы говорите вот у меня в детстве это я не знаю или я это придумала или это реальность это была реальность потому что мне было три-четыре года и мой дедушка ну он там такой в своем ауле был авторитетный человек человек такой крутой но он любил выпить тогда все бухать да советские люди они все бухать и и вот в один день я старшая внучка и он так сильно меня любил что он вот он же пьяный был и вот он меня любил и вот обнимал а мне это не нравилось я плакала и ревела и он даже заснул обнявшись обнявшись он заснул а я кричала орала всю ночь и никто не услышал не пришел меня не забрала сейчас слышишь себя да это чем это недомогательство объясни мне пожалуйста выдыхай вы сейчас сказали просто про дедушу всплыло да да дыши сейчас глубже пока туда ныряй в свою дедушку сейчас будешь плакать эту ситуацию прям проплачь ладно когда сейчас станешь а детство вообще не было нет нормально да дай бог чтобы оно было счастливым если не было тогда придумай что оно счастливое было ну видите мозг так устроен что мы можем себе придумать все мы можем придумать то детство которого не было мы можем если отца не было мы можем его придумать в голове и его как бы этот сценарий протащить до сегодняшнего дня и будет ощущение как будто он у тебя всегда был рядом но это терапия тоже это там вот ходил там 15 раз как он 10 это вот так надо то есть это надо прям внедрять воспоминания его туда это можно сделать если нужно кому-то ну прям этот если бывает сильно замороченный это херня то что с пацанами играешь слушай вот с тобой все нормально не переживай а то я сейчас думаю думаю нет если в этом письке друг другу показывали это еще ничего лишь бы добровольно все было а если вот это все иногда не сможешь рассказывать замирает ну ничего страшного сейчас смотрите сейчас то что мы будем делать не обязательно все вспоминать и рассказывать я ваши запросы беру для того чтобы как бы общее намерение отправить туда да то есть это не значит мы сейчас пойдем но все что ты будешь выплатить сейчас выпускать оно будет созвучит тем запросом который ты озвучила не озвучил хорошо кому деньги нужны ты про деньги будешь крутить будешь смотреть почему их нету или там отца вспомнишь потому что деньги это про папу чем больше обидно отца тем денег становится либо меньше либо у тебя на травме их становится сильно много а внутри все равно пустота а если папа умер ну то же самое какая разница он же бросил ну в смысле ушел для ребенка разницы нету там он ушел бросил маму умер он ну между смертью и просто ушел нет никакой разницы для ребенка его бросили ощущения сейчас то что мы видим у кого глаза оперированные там коррекция зрения линзы есть сейчас на глазах есть лаукома у тебя нельзя нет операция ага хорошо смотрите вдох через нос выдох через рот просто дыши глубоко закрывай давай я одиночество есть вот закрывай и вставай все остановись вставай вставайте все ничего нет я сейчас глаза не задаться закрывайте глаза я глаза не открывайте вдох через нос выдох через рот просто дышим глубоко минут 15 ничего происходить не будет потом соседи плакать за соседями не подглядываем руки отключайте мозги свои ну я прям на 1 на 1 на 1 на 1 глубокий вдох через нос выдох через рот просто 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 и Спасибо. И еще глубокий вдох, выдох, потихоньку. У кого-то будут руки тяжелеть не иметь, у кого-то лицо. Кто-то вспомнит свое детство, какие-то моменты, где была боль, травма, и вы плакиваете потихоньку. И вы плакиваете потихоньку. И вы плакиваете потихоньку. Вы плакиваете потихоньку. И вы плакиваете потихоньку, которые занимаются почтой. И вы плакиваете потихоньку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok